С нее начался ансамбль. Так называлась одна из газетных статей, посвященных народной артистке Башкортостана Хазине Магазовой. Первая солистка первого массового танца Зарифа. Хазина Магазова зажигала своим темпераментом остальных артистов ансамбля. Успех этого танца вдохновил Гаскарова на постановку еще одного массового танца. Но грянула суровая война. Выступать приходилось ежедневно. Главным образом в госпиталях перед ранеными и теми, кто отправлялся на фронт. Хазина Магазова вспоминала, В госпиталях нас воодушевляло то, что врачи уверяли, будто наши выступления лечат порою лучшие лекарства. Да, и сами мы замечали, лица раненых светлели. Мне порой приходилось танцевать в промежутках между койками, боясь ненароком кого-нибудь задеть. И еще о памятных выступлениях перед Башкирской кавалерийской дивизией, пока бойцы проходили учения до отправки на фронт. В начале 1943 года Башкирское правительство организовало целый эшелон подарков для фронта. В его составе отправилась и первая фронтовая концертная бригада Башко с филармонии, в том числе танцевальная пара Хазина Магазова и Мухаммед Игрисов с баянистом Тагиром Каримовым. Башкирская кавалерийская дивизия достойно сражалась на подступах к Старинграду. К ним направили делегацию деятелей культуры. Первоначально был определен срок пребывания на фронте в один-полтора месяца, а пробыли члены культурной делегации все полгода. Дошли вместе с бойцами до самой Орловско-Курской дуги. Снаряды рвались иногда так близко, что комья земли сыпались на артистов прямо во время исполнения номера. «Конечно, было страшно», — вспоминает Хазина Нарумахамедовна, «но ни разу не прервали концерта. Хотя случалось, у певца голос вибрировал, а у танцоров колени дрожали. Да еще почти каждый номер повторяли на без. Зато награждали нас такими аплодисментами. Мы были счастливы, что приносили бойцам радость». В 1945 году Президиум Верховного Совета Байссер за выдающиеся заслуги в развитии хореографического искусства присвоил Хазине Магазовой звание заслуженной артистки Байссер. Она была награждена Орденом Знак Почета. Редактор субтитров А.Семкин